Вот так еще накануне выглядело село Ирбейское. Разлившаяся река буквально поглотила часть населенного пункта. Из-за ледяных заторов уровень Кана вечером начал стремительно подниматься. А к утру критическая отметка уже была пройдена. Вода начала топить дома и огороды. Даже в полисаднике тоже стоит вода. До куда вода доходила? В этот же день в районе был объявлен режим повышенной готовности. К месту заторов стянули 29 единиц техники, грейдеры, грузовые машины, краны. Все, что могло пригодиться. В местной школе начали готовиться принимать возможных пострадавших. Пункт временного размещения был развернут. В первую общеобразовательную школу за 400 мест. Оповещение жителей проводилось под дворовыми обходами. Дорогу, отделяющую дома от реки, отсыпали песком. За постройками, куда пошла вода, расширили спускные каналы. Спасатели уже были готовы взорвать затор, как внезапно его прорвало. Лед тронулся. Сейчас уровень воды в реке далек от критического. Река практически полностью очистилась от льда. Остались только вот такие глыбы на берегу. Затор ушел дальше по течению реки, в сторону Каннского района. Сейчас жители Ирбейского подсчитывают ущерб. На некоторых участках затоплены подвалы в домах и огороды. Но люди не пострадали. Сегодня утром режим повышенной готовности был окончательно снят. Вообще серьезное затопление на данной территории происходило в 2006 году. Из-за затора образовавшегося в тот период пострадало на порядок больше. Видимо, я думаю, предыдущие уроки делают, оставляют какой-то опыт для администрации. По информации спасателей, вблизи Каннска, где из-за этого затора также произошло повышение уровня воды, обстановка нормализовалась. Затор полностью разошелся и сейчас не представляет угрозы. Леонид Юрков и Александр Шумилин. Новости.